Сегодня вечером я хочу поговорить с вами о вере. О вере в жизнь по благодати без страха. О вере в жизнь... О вере в жизнь по благодати без страха. Откройте вместе со мной второе послание к Тимофею. Первую главу. Второе послание к Тимофею. Первая глава. Давайте приступим к работе сегодня вечером. Седьмой стих. Давайте прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Бог не дал нам духа страха. Страх приходит не от Бога. У Бога нет его, чтобы дать нам. Поскольку его у Бога нет, чтобы дать нам, когда вы обнаруживаете, что действуете в страхе, вам необходимо сразу же понять, это пришло не от Бога. Пожалуйста, поймите следующее. Как Богу нужна ваша вера для осуществления своего слова, так и сатане нужен ваш страх для осуществления его слов. Почему? Потому что страх — это точная противоположность веры. Страх — это антипод веры. Если у вас нет страха, то сатана ограничен в своих действиях против вас. Действия закона греха и смерти не произойдут в вашей жизни, если у вас не будет страха, являющегося основанием успешности этих действий. значит, будет много факторов, которые будут пытаться насадить страх в вашей жизни и в ваших эмоциях. Страх номер один, о котором я предупреждаю вас сегодня, это страх, из-за которого вы говорите, «Я не верю тому, что Бог сделает для меня то, что говорит в своем слове». Это страх номер один, который дьявол внушает христианам. Цель страха номер один — это заставить вас не верить тому, что Бог сказал в своем слове. Дьявол хочет довести вас до состояния неверия или чтобы вам было трудно верить. Я говорю вам о вере в путь благодати. Я говорю вам о том, чтобы жить жизнью по благодати без страха. При этом в прошлом году я заметил, люди делают проблему из послания благодати. А какая может быть тут проблема? Люди обращаются с этим посланием, как будто это ересь. Но я учу об Иисусе. Я не один из тех, кто доводит учение о благодати до крайности. Учение о благодати, доведенной до крайности, это учение о вседозволенности. Можете делать что угодно. Вера, доведенная до крайности, это законничество. Учение о благодати, доведенной до крайности, это вседозволенность. Но мы учим вовсе не этому. Учение о благодати, доведенное до крайности, гласит, «Теперь, когда вы под благодатью, можете делать что угодно. Можете идти грешить. Можете делать глупости. Можете ругаться. За все заплачено». Я не учу такому. Благодать Божья была дана вам не для того, чтобы сделать вас людьми худшими, чем вы были. Благодать Божья была дана вам не для того, чтобы вы грешили больше. Согласно посланию к Титу, Благодать Божья учит вас говорить греху «нет». Благодать Божья пришла не для того, чтобы вы говорили «да» греху. Грешить, грешить и грешить, потому что я под благодатью. Нет. Писание говорит, что поскольку пришла благодать, вы будете грешить не больше, а меньше, чем раньше. Ваша жизнь станет не хуже, а лучше. Благодать дана вам не для того, чтобы ваша жизнь стала хуже. Благодать дана вам не для того, чтобы вы стали отступником и попали в ад, поскольку делали всякие грехи. Не о такой благодати мы говорим в последние три года Мы говорим об Иисусе Мы говорим о благодати и истине О том, как они действуют вместе Мы говорим о том факте Что мы праведны не по причине наших дел Но мы праведны благодаря тому, что сделал Иисус Мы более верим в то, что Иисус может сделать для нас Чем в то, что мы можем сделать для Иисуса Мы благодарим Иисуса за то, что Он сделал И мы принимаем то, что Он сделал для нас И то, что сделала для нас Его кровь Вот что мы говорим Вам надо верить в это Вам надо верить в то, что вы сделались праведными кровью Иисуса Благодать была дана вам не для того, чтобы грешить Но она была дана вам для того, чтобы жить лучше Поступать лучше, быть лучше Аминь Но для этого вам надо верить в путь благодати Вам надо верить, что вы через кровь Иисуса стали праведными Вам надо верить, что через кровь Иисуса вам были прощены все грехи Прошлые, настоящие и будущие Однако то, что вы были прощены, не повод для того, чтобы идти и грешить, но причина для того, чтобы прославлять Бога больше, чем когда-либо. Для этого нам и дан Дух Святой. Я рожден свыше. Я под заветом благодати. Дух Божий пришел и живет во мне, чтобы направлять меня к святой жизни, чтобы направлять меня к чистой жизни, направлять меня к праведной жизни. Таково действие благодати. Когда Он придет, вы обнаружите, что вы такой же, как Он. Потому что как Он, так и мы. Где? В этом мире. Вам надо верить в жизнь по благодати. Вам надо верить. И когда вы слышите все эти странные вещи, это не то, куда вы идете. Вам надо верить. Я живу по благодати Божией. Я использую свою веру, чтобы жить по благодати. И я даже не буду сомневаться, правильно это или нет. Я уверен. Правильно. Я верю и принимаю. Благодать изменила мою жизнь. Господь сказал мне задать вам эти вопросы тем, кто боится жить по благодати. Где вы были? Что вы делали? Каким было ваше эмоциональное состояние, когда благодать Божия нашла вас? Где вы были? Если к вам придут сомнения относительно этой чудесной благодати Божией, то ответьте, где вы были? Вы жили в сомнении? Вы жили под осуждением? Вы в течение 20 лет никак не могли справиться с грехом? Где вы были, когда благодать Божия нашла вас? И посмотрите на свою жизнь теперь. Вы освободились от столь многого, что забыли от чего? Вот о какой благодати я говорю. Куда делось осуждение? Аллилуйя! Вот о какой благодати я говорю. Вот о чем я веду речь. Не бойтесь. Я говорю вам истину. Пожалуйста, услышьте меня. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, от чего Бог избавил вас. Посмотрите, откуда Он вас вытащил. Вспомните, в какой вы были яме. Вспомните, что вы раньше делали, куда ходили, как раньше чувствовали себя. Просто посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на свою жизнь. С тех пор, как вы стали ходить сюда, неделя за неделей, слушая послания благодати, читая о ней, смотря проповеди, посмотрите на свой брак. Посмотрите, что происходит с вашим характером. Мужчины, что происходит с вами? Вы ведете себя как мужчины, благодаря тому, что благодать Божья пришла в вашу жизнь. жизнь. Не позвольте религиозному жаргону отговорить вас от того чудесного, что благодать сделала вашей жизни. Для того и приходит страх, чтобы атаковать то, что призвано дать вам освобождение в любой области вашей жизни. Благодаря вере в благодать, вы увидите то, чего никогда не видели раньше. Исаия говорил об этом в 53 главе. Какая глава идет после 53 главы книги Исаии? 54. Почему я вспомнил об этом? Потому что 53 это глава, которая говорит заранее о страданиях и распятии Иисуса Христа до того, как это произошло. 54 глава продолжает говорить о пророческих вещах, которые произойдут. В 53 главе говорится, «Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вот о чем здесь говорится. Что я говорил? Ветхий Завет — это скрытый Новый Завет, а Новый Завет — это раскрытый Ветхий Завет. В 53 и 54 главах книги Исаии мы видим сокрытое, которое было открыто в Новом Завете. Я обращаюсь к Ветхому Завету, чтобы показать вам, аллилуйя, сокрытое, и раскрыть вам остальное. И к чему это все приведет? О, аллилуйя! Между прочим, мы будем говорить и о колесницах. О, аллилуйя! Хорошо. Книга Исаия, 54 глава. Воскликните. Никакого страха здесь. Цель страха — чтобы вы не верили в жизнь по благодати. Я не говорю о другом. Не знаю, кто о нем проповедует, но я говорю не об этом. Я говорю о сбалансированной жизни по благодати. Когда вы знаете о любви Божьей, о благости Божьей, когда вы понимаете, что благодать — не причина для того, чтобы грешить больше, но послание к Титу говорит о том, что благодаря благодати Божьей вы будете жить праведно. Вот о чем я говорю, понятно? Книга Исаия, 54 глава. О, я так рад тому, что вы увидите это. Те наставления, что я дал вам вначале, полностью соответствуют сказанному здесь. В то время, как я буду читать из 54 главы книги Исаии, помните, что это сокрытая истина. В Новом Завете она уже раскрыта, но я читаю о ней в сокрытой форме. И вам это понятно, поскольку истина вам уже известна. Я думаю, что здесь конкретно сказано для сегодняшнего дня. В 58 главе говорится о двойном помазании для решения вашей проблемы. Седьмой стих. На малое время я оставил тебя, но с великою милостью воспряму тебя. В жару гнева я сокрыла тебя лицо мое на время, но вечную, подчеркните это, милостью. «Вечную милостью помилую тебя», говорит Искупитель твой, Господь. «Вечную милостью помилую тебя, ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут боли на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Пожалуйста, поймите это. Бог поклялся, что как воды Ноя не придут боли на землю, и как знамение в подтверждении этого обещания Бог поместил радугу на небе, так поклялся не гневаться на тебя. «Я больше никогда не буду гневаться на тебя». Послушайте, и не укорять тебя. Это сильно. Это мощно. Поэтому не слушайте того, что скажет вам. Бог гневается на вас за то, что вы не молились пять часов. Конечно же, молитесь. Я хочу, чтобы вы молились, но молитва для нас не как монета, которую бросают в автомат. Мы молимся для того, чтобы развивать близкие отношения с Иисусом. Понятно? Бог обещал, «Как воды потопа не придут боли на землю, так я не буду более гневаться на тебя и укорять тебя». Это относится к нам? Можем ли мы применить это обетование сегодня? Аминь. Хорошо. Десятый стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя...» Вот снова. «Милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Есть милость Божия на нас сегодня. Писание говорит, что милость Господня обновляется как часто, каждое утро. Послушайте, что говорится о милости. «Милость моя не отступит от тебя». «Милость моя не отступит от тебя». Бог милостив. «Милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего...» Есть завет мира, который обещал Бог. «Завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь, бедная, бросаемая бурею, безутешная. «Вот, я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней, и все сыновья твои будут научены Господом». Да, родители, смотрите. «И великий мир будет у сыновей твоих». Что бы ни происходило с вашими детьми, соглашайтесь с Писанием. «Великий мир у детей моих». Все родители, скажите. «Великий мир у детей моих». И все, кто не является родителями, скажите. «Великий мир у детей моих». Смотрите. Смотрите. Ты утвердишься правдою в праведности. Утвердишься в праведности. Утвердишься в праведности. Не так, что вы праведны в одно воскресенье, а в следующее уже и не знаете. Вы утверждены в праведности. Вы утверждены. Когда вы в чем-то утверждены, тогда, какими бы ни были условия, Вы утверждены в этом. Есть разница между тем, когда ваше имя написано на песке, накатываются волны и смывает его, и тем, когда оно написано на бетоне, и бетон высыхает. Погодные условия не изменят то, что написано на бетоне, потому что оно утверждено там. Вот и вам надо понять, условия вашей жизни после того, как вы родились свыше и утвердились в праведности, условия вашей жизни никак не влияют на вашу праведность. Вы праведны перед Богом, когда ложитесь. Вы праведны перед Богом, когда встаете. Вы праведны перед Богом, когда не согрешили. И вы праведны перед Богом, когда согрешили. Я не одобряю вашего греха, а говорю вот что. Когда вы утверждены в праведности, грех не изменит вашего статуса. Однако не используйте это для оправдания своего греха. Но если вы согрешите, это никак не повлияет на вашу праведность Тем не менее, никогда не грешите целенаправленно Вам понятно, о чем я говорю? Сказанное, не оправдание для греха Ну раз уж мое имя написано на бетоне, и бетон высох, значит можно и... Нет, это работает не так Никогда не играйте в такие игры Поскольку кровь Иисуса уничтожила мои грехи, и я праведен перед Богом «Могу идти грешить», тем самым вы говорите «Я могу идти и практиковаться в смерти» Потому что практикуя грех, вы практикуете смерть Вы активизируете все элементы, составляющие смерть Всякий грех состоит из смерти Всякий грех в конечном итоге ведет к бедности Он ведет к депрессии Он ведет к одиночеству Он ведет ко всем этим эмоциональным болезням Потому что что вы делаете? Вы, рожденный свыше христианин Практикуете смерть А ведь вы, как рожденный свыше христианин, должны бы практиковать жизнь Мне бы только попасть на небеса Вы можете попасть туда намного раньше, чем планируете Как вам кажется? Вы прожили свою жизнь по-адски, а потом идете на небеса? Бог хочет не этого Он хочет, чтобы вы своей жизнью выражали Его Он хочет, чтобы вы получали из Его жизни После того, как вы родились свыше Стали жить по благодати и позволяете Духу Святому направлять вашу жизнь Какие-то вещи вы уже делать не хотите Пойти к девушке Вы этого больше не хотите, потому что помните Как вам было плохо от того, от чего вы планировали получить удовольствие Вы выбрались из этого и сожалеете Лучше бы я не грешил Вот представляется еще возможность Так действует дьявол Он говорит Ну что, снова? Вы говорите Нет, не хочу До того, как я получил спасение У меня была пара девушек Но сейчас мне это не надо Я спасенный человек И хочу прославлять Бога Бог хочет, чтобы вы хотели быть с Ним Потому что вы этого хотите Вы все понимаете, о чем я говорю? Вам необходимо быть утвержденным в праведности Не позволяйте, чтобы этому мешало осуждение Ссора с женой Плохое решение с вашей стороны В эти последние времена Ваша утвержденность в праведности Будет самым главным Это будет иметь наибольшее значение Однако не берите то, что я проповедую И не используйте это как оправдание для того Чтобы практиковать смерть Что будет, если вы будете часто практиковаться в смерти? Вы усовершитесь в этом А когда это произойдет С вами все закончено Конечно, это между вами и Господом Но с вами будет закончено Вы можете сказать Ну, по крайней мере, я пойду на небеса Да, надеюсь, что на небесах Нет специальных отделений для таких людей Выражайте жизнь, а не смерть Аминь Смотрите Дамы и господа Я знаю, что трачу на это много времени Но я хочу, чтобы вы на самом деле поняли Ты утвердишься правдой в праведности Будешь далека от угнетения Смотрите, что происходит Когда вы утверждены в праведности Ты будешь что? Ибо тебе бояться нечего О, когда вы утверждены в праведности Вам нечего бояться Когда вы утверждены в праведности Вы не боитесь, что Бог гневается на вас Когда вы утверждены в праведности Вы не боитесь, что Бог не благословит вас Когда вы утверждены в праведности Вы не боитесь, я пойду в ад Когда вы утверждены в праведности Вы не боитесь, Бог не защитит меня Страх приходит тогда, когда вы забываете о том, что вы праведны Страх приходит тогда, когда вы позволяете условиям и обстоятельствам Отговорить вас от утвержденности в праведности Вам надо решить это для себя Скажите, я праведен перед Богом Прямо сейчас Совершенно ясно Когда вы праведны, вы далеки от угнетения Бояться вам нечего И далека от ужаса, ибо он не приблизится к тебе От ужаса или терроризма Когда весь мир в страхе перед террором, вы говорите, я праведен, и Бог любит меня Когда приходит угнетение, вы говорите, я праведен, и Бог любит меня Все это не произойдет со мной Аллилуйя Я благословляю себя сегодня Аллилуйя Слава Богу Благослови меня, Иисус, и сохрани от всякого зла Смотрите, как все выстраивается Вам нечего будет бояться Скажите, никакого страха здесь Я утвержден в праведности Никакого угнетения здесь Я утвержден в праведности Никакого ужаса здесь Я утвержден в праведности Видите, насколько это важно Не позволяйте окружающим факторам отговорить вас от вашей праведности Скажите, я праведен перед Богом Поверивай в Иисуса Христа О, Господь Я чувствую себя таким виноватым за то, что произошло с моими детьми Неа Я праведен перед Богом Первое, к чему надо обращаться Первое, к чему надо обращаться Когда что-то произошло Быстро напомните себе Я праведен перед Богом Если ваши друзья Ваши братья и сестры в Господе Исповедуются перед вами Ваша задача Немедленно сказать им Помни, ты праведен перед Богом Когда Писание говорит Признавайтесь друг перед другом в проступках То делать это надо не для того Чтобы подвергнуться осуждению со стороны того Кому вы исповедуете Но чтобы он немедленно вернул вас к осознанию Ты праведен перед Богом Для этого и нужно исповедание грехов Чтобы тот, кому вы исповедуете их Немедленно напомнил вам о том Кто вы Ты праведен перед Богом Кровь Иисуса очистила тебя Ты христианин Ты в Иисусе Ты во Христе Для чего это? Чтобы не дать место дьяволу А знаете, где место дьявола? Вне вашей праведности Я праведен Скажите Я праведен И знаю это Сейчас Хорошо, пойдем дальше Вот будут вооружаться против тебя Послушайте, что говорит Господь Они будут вооружаться против тебя Они — это кто? Страх, ужас и угнетение Послушайте меня внимательно Они будут вооружаться против вас То, что вы под заветом благодати Не значит, что у вас не будет никаких проблем Проблемы придут И они будут вооружаться против вас Но то, что проблема приходит Не значит, что она должна победить Вот будут вооружаться против тебя Запятая Но не от меня Послушайте, что говорит Бог Они будут вооружаться против тебя Но я не посылал их Не я ответственен за это Не я посылаю страх Угнетение и ужас Вот будут вооружаться против тебя Но не от меня Но не от меня Но не от меня Раз не Бог посылает их Значит, вам надо вооружиться Я утвержден в праведности Со мной кровь Иисуса и благодать Божья Но дьявол не хочет, чтобы вы это знали Поэтому он и нападает на проповеди о благодати Он не хочет, чтобы вы знали Потому что благодать Это то, что полностью нейтрализует дьявола Если вы будете знать о любви Божьей Если вы будете знать о Божьей благодати Если вы будете утверждены в Божьей праведности Если у вас будет откровение о крови Иисуса Что сможет сделать дьявол против христианина? Вооруженного всеми этими истинами Вот будут вооружаться против тебя Страх придет Ужас придет Угнетение придет Но не от Бога И что бы ни пришло Вы победите это Настало время научиться противостоять проблеме Вместо того, чтобы она причиняла вам беспокойство В этом году мы, дамы и господа Будем создавать проблемы проблеме Ваше отношение должно быть таким Ну давай, дьявол Я готов Я ожидал этого Хочешь побороться? Давай Аминь Если он начнет говорить вам о вашем прошлом Напомните ему его прошлое Зачем говорить о моем прошлом? Давайте поговорим о твоем Ты занимал второе место на небесах Но тебя сбросили оттуда Ну так что? Он замолчит Но вы продолжите Нет, нет, нет Ты сам начал Поэтому поговорим и о твоем будущем Мое будущее хорошее О своем ты слышал? Озеро огненное Огненное Озеро огненное Помните такое? Господь Иисус, помоги мне Слушайте дальше Вот будут вооружаться против тебя Но не от меня Кто бы не вооружился против тебя Кто бы не вооружился против тебя Кто бы не вооружился против тебя Падет Послушайте, что Бог говорит здесь Вот я сотворил кузнеца Который раздувает угли в огне Знаете, о ком он говорит? Он говорит о дьяволе Производит орудия для своего дела И я творю губителя для истребления Изначально Бог сотворил его Не для истребления А для того, чтобы он вел На небеса хвалу и поклонение Я творю губителя для истребления Знаете, что говорит Бог? Я создал его И я смогу обуздать его Не беспокойся Я обуздаю его Слушайте, что еще говорит Бог Если вы утверждены в праведности Ни одно орудие, сделанное против тебя Не будет успешно И всякий язык, который будет Сосвязаться с тобой на суде Ты обвинишь Он говорит Ты обвинишь Ты обвинишь Это есть наследие рабов Господа И смотрите Оправдание Праведность их От Меня Слушайте дальше Вот, будут вооружаться против тебя Но не от меня Кто бы не вооружился против тебя Кто бы не вооружился против тебя Кто бы не вооружился против тебя Падет Послушайте, что Бог говорит здесь Вот, я сотворил кузнеца Который раздувает угли в огне Знаете, о ком он говорит? Он говорит о дьяволе И производит орудие для своего дела И я творю губителя для истребления Изначально Бог сотворил его не для истребления А для того, чтобы он вел на небеса хвалу и поклонение Я творю губителя для истребления Знаете, что говорит Бог? Я создал его И я смогу обуздать его Не беспокойся, я обуздаю его Слушайте, что еще говорит Бог Если вы утверждены в праведности Ни одно орудие Сделанное против тебя Не будет успешно И всякий язык Который будет состязаться с тобой на суде Ты обвинишь Он говорит, ты обвинишь Ты обвинишь Это есть наследие рабов Господа И смотрите Оправдание праведности их От меня Чью праведность мы имеем сегодня? Праведность Господа Мы праведны благодаря Ему, правильно? Тут сказано Ни одно орудие, сделанное против тебя Не будет успешно Оно не будет успешно Оно не будет успешно Почему? По причине благости и доброты Которые Бог явит нам Дамы и господа Бог изменил свое решение Относительно того Как Он будет действовать В отношении людей Знаете, что Он делает сейчас? Он использует благость Я говорю Он использует благость Я говорю Он использует благость Давайте я быстро покажу вам Я хочу убедиться Что вам понятно Послание к филиппинцам 2 глава Ага Двенадцатый стих При всем том, что должно произойти Как результат этой благодати и праведности Ничего из плохого действовать не будет Бог говорит, что плохое приходит не от Него И Он не старается наказать нас Бог благ Я говорю Бог благ Нам надо прекратить судить о Божьих способностях На основании того Насколько мы хороши То есть такая точка зрения предполагает То, что мы делаем Что мы говорим То, насколько мы хороши Определяет Божью благость к нам Однако это не так Божья способность быть благим к нам Определяется тем, что Бог благ Хороши вы или плохи Бог по-прежнему благ Если вы когда-либо испытывали на себе Божью благость Вы знаете, что Бог благ вам не потому, что вы хороши А потому, что Бог благ Я говорю Бог благ вам, потому что Он благ Вы поняли это? Смотрите Я соединю то, что говорил две недели назад С тем, что говорю сегодня Итак, что у нас есть? Никакого страха Утвердитесь в праведности Скоро мы будем потрясены благостью Божьей И она будет проявляться в нашей жизни только потому, что Бог благ А вам надо принять ее Скажите, я принимаю ее, Господь Благослови меня Это будет такая благость, которая даст вам знать Она пришла от Бога Я этого сделать не мог И даже не знаю, как это произошло Вам будут звонить, и вы не будете знать, как это произошло Откуда взялось? Я пророчествую вам, что благодаря благости Божьей Вы будете делать в обществе такое, что и не планировали делать Кто-то из вас раньше никогда не испытывал такого Но благость Божья будет столь велика, что вы скажете О! О! Что со мной происходит? Это благость Божья Я медленно продвигаюсь, потому что все это настолько потрясающе Благость Божья Это то, как Бог сделал выбор поступать с нами До прихода Иисуса Я не буду гневаться на тебя и не буду укорять тебя Религия так долго учила вас, что Бог сердитый На самом деле Бог добрый И Он хочет являть вам свою благость Однако вы не принимаете ее, поскольку продолжаете видеть Бога плохим Сегодня я пытаюсь изменить ваше видение Бога, чтобы вы увидели, что Он добрый Повернитесь к двум соседям и скажите В этом году с вами произойдет что-то хорошее Кто из вас верит в это? Я хочу вложить в вас эту истину Я мог все послание сделать так Знаете, Бог — благой Бог Он благ утром Благ вечером О, да! Нет, нет, нет Я хочу вложить в вас эту истину И до такой степени, чтобы вы, встав завтра утром, стали ожидать Божьей благости Боже мой Вы ложитесь спать, и вам снится благость Божья О, Иисус! Хорошо, продолжим О, Иисус! Мой Бог И много благостей будет приходить из мира А закачиваться в гашение Самое лучшее из Египта окажется здесь, в Нью-Йорке Это приходит Очень просто Я верю в то, что Бог — благ Я верю, что я испытывал на себе Его благость Потому что Он благ Не потому что я хороший А потому что Он благ Но вы не можете, общаясь с благим Богом, оставаться плохим Что говорит Писание? Благость Господа ведет человека к покаянию Общаясь с благим Богом, вы не можете оставаться плохим Иногда, когда вы закончили делать что-то плохое Бог сделает что-то хорошее И причина, почему Он это сделает Чтобы вытащить вас из плохого Бог сделал выбор использовать инструмент благости Бог благ вам А вы говорите, что не заслуживаете этого Вы не знаете, что я сделал, пастор Я не ходил в церковь, как раньше Я делал это, и это, и это Ну и что? Бог благ всегда Каждую секунду, каждую минуту Каждый час, каждый день, каждую неделю Каждый месяц, каждый год Бог благ Очень простое послание Но раз оно такое простое Так почему мы так долго мешали Богу и ограничивали Его? Бог благ Скоро Он сделает так, что мы будем в страхе и трепете Небольшое повторение, 12 стих Итак, возлюбленные мои Как вы всегда были послушны Не только в присутствии Моем Но гораздо более ныне, во время отсутствия Моего Со страхом и трепетом совершайте свое спасение Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по своему благоволению Бог поместил в вас спасение и говорит Теперь совершайте его, и совершайте его со страхом и трепетом Со страхом и трепетом Скоро в вас проявится то, из-за чего вы будете в страхе и трепете Есть нечто потрясающее, что Бог уже сделал И когда вы это увидите, вы будете в страхе и трепете Не так, что Бог намерен это сделать Он уже совершил благость, о которой я говорю Он вложил ее в вас И когда вы будете совершать ее в себе Вы будете в страхе и трепете Не так, что вы пойдете и будете молить Бога об этой благости Благость Божия уже вложена в вас И когда вы будете совершать ее Вы будете в страхе и трепете Хорошо, первое послание Коринфянам, 2 глава О Господь У меня вытянулась шея Я чего-то жду, чего-то ожидаю Что-то хорошее произойдет со мной Что-то хорошее произойдет с вами Под этим заветом благодати вы получите не то, что заслуживаете Вы получите то, чего не заслуживаете под этим заветом благодати Поэтому не будьте шокированы Когда начнете получать доброе, которого вы не заслужили Если бы вы заслужили, то это не было бы даром Поэтому я перестал дарить подарки на Рождество Потому что люди считают, что заслужили их А где мой подарок? Что вы имеете в виду? Где ваш подарок? Он у вас уже есть, зачем не давать вам его? Где мой подарок? Я делаю подарки детям А не взрослым людям, которые ведут себя как дети Пастор, как же так? Это дух заслуженности Вы чувствуете, что заслужили Вместо того, чтобы ценить и благодарить Поэтому никаких подарков Человек заглядывает под елку А для кого эти подарки? Не для вас А для кого? Но Бог благ И моя благость изменяется, когда я рядом с его благостью Аминь Дальше О Иисус Первый стих И когда я приходил к вам, братья Приходил возвещать вам свидетельство Божие Не в превосходстве слова или мудрости Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего Кроме Иисуса Христа И притом распятого И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете Павел говорит, что был в немощи А затем от немощи перешел к страху и трепету О Господь Некоторые из вас, по-видимому, немощны в некоторых областях Я пророчествую вам От немощи вы перейдете к страху и трепету Я говорю Вы выглядите немощными в своих финансах Но когда Бог закончит свое дело Вы будете в страхе и трепете Вы выглядите немощным в своем теле Но когда Бог закончит свое дело Вы перейдете к страху и трепету Что вы имеете в виду к страху и трепету? Книга Иеремии, 33 глава Мы почти достигли цели О Иисус Мы движемся к цели Откройте книга Иеремии, 33 глава Седьмого стиха И возвращу плен Иуды и плен Израиля И устрою их, как в начале И очищу их от всего нечестия их Это прямо-таки о нас, правда? Иеремии, 33 глава, 8 стих И очищу их от всего нечестия их Которым они грешили предо мною И прощу все беззакония их Сказано о нас? Да? Вспомните послание к евреям, 8-12 И грехов их, и беззаконий их Не воспомяну более Которыми они грешили предо мною И отпали от меня И будет для меня Иерусалим радостным именем Похвалую и честью Пред всеми народами земли Которые услышат о всех благах Какие я сделаю ему Бог говорит, народы земли услышат об этом Они услышат об этом О чем? О благости Пред всеми народами земли Которые услышат о всех благах Какие я сделаю ему И изумятся и затрепещут Будут в страхе и трепете Почему? От всех благодеяний и всего благоденствия Которые я доставлю ему Расширенный перевод И будет для меня Иерусалим радостным именем Похвалую и честью Пред всеми народами земли Которые услышат о всех благах Какие я сделаю ему И изумятся и затрепещут От всех благодеяний Мира, процветания Безопасности и стабильности Которые я доставлю ему Есть провозглашение Когда Бог начинает изливать Свою благость Мой вопрос к вам Вы справитесь? Повернитесь к своему соседу И спросите Вы справитесь? На футболе спрашивают Ты готов к футболу? А здесь Вы готовы к благости Божьей? Вы готовы к преуспеванию? К безопасности? Готовы? Книга Бытия, 45-я глава Помоги мне, Иисус Они сказали, что готовы Господь Ты слышал? Они сказали, что готовы Они говорят, что готовы Что они вполне готовы Они пока не знают Но узнают, да? В этот раз или позже Узнают Аллилуйя, слава Богу Аллилуйя, слава Богу Аллилуйя, слава Богу Не думайте, что Богу потребуется на это столько Столько и столько времени Он обогатил Израиль, слава Богу За один день Он передал им богатство египетское за один день Вы не знаете, где бы вы могли сидеть сейчас Что могло бы происходить в вашей жизни Вы не знаете, над чем работает Бог невидимо Втайне Вы даже не знаете, что происходит Кому Он говорил Поэтому в этом году так важно Чтобы вы были в правильном месте Вам надо благодарить Бога Я в правильном месте все время Я там, где должен быть Не позвольте вашей линии Помешать вам быть там, где вы должны быть Однажды Бог сказал мне Ты ездишь и проповедуешь по разным церквям Я не возражаю против этого Однако, когда я пошлю тебя туда, куда хочу я Смотри, чтобы твоя усталость Не помешала тебе быть там, где ты должен быть У каждого человека Одинаковое количество времени каждый день У каждого из нас есть 24 часа в сутки Как вы используете это время Зависит от вас У меня нет на это времени У вас есть те же 24 часа, что и у меня Уделите время на молитву Я знаю, вы говорите, что надо молиться Но я не успеваю Но у вас есть те же 24 часа в сутки, что и у меня Итак, братья продали Иосифа в рабство Однажды они пришли в Египет Не зная, что Иосиф стал там могущественным человеком Настал голод Им было трудно отыскать пищу Трудностей были много в чем Но когда вы видите Иосифа Вы видите благодать И я хочу, чтобы вы увидели ее 17 стих И сказал фараон Иосифу Скажи братьям твоим Начнем с 16 стиха Дошел в дом фараона слух Что пришли братья Иосифа И приятно было фараону и рабам его И сказал фараон Иосифу Скажи братьям твоим Вот что сделаете Навьючите скот ваш И ступайте в землю ханаанскую И возьмите отца вашего и семейство ваше И придите ко мне Я дам вам лучшие в земле египетской И вы будете есть туг земли Расширенный перевод Возьмите отца вашего и семейство ваше И придите ко мне Я дам вам лучшие в земле египетской И вы будете жить, питаясь туком земли Во времена голода Вы не испытаете его Тебе же повелеваю сказать им Сделайте сие Возьмите себе из земли египетской колесниц Поскольку вы не верите в то, что Бог благ Не верите в благодать Божью Вам надо что-то увидеть Возьмите себе из земли египетской колесниц Для детей ваших и для жен ваших Сегодня это для жены вашей И привезите отца вашего и придите И не жалейте вещей ваших Ибо лучшие из всей земли египетской Дам вам Послушайте, что он говорит в 20 стихе Расширенный перевод Не смотрите сожалением или тревогой на свои вещи Ибо лучшие земли египетской ваши Он говорит Эти колесницы так нагружены Не беспокойтесь о своих вещах Когда смотрите на эти колесницы Не беспокойтесь о том, что они так нагружены богатствами египетскими О, Иисус 21 стих Так и сделали сыны Израилевы И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона И дал им путевой запас Каждому из них он дал перемену одежд А Вениамину дал 300 сребряников И 5 перемен одежд Я должен что-то провозгласить Мы больше не поколение Иосифа Мы теперь поколение Вениамина Вы не услышали, что я сказал? Когда появился Вениамин Произошло что-то другое Когда появился Вениамин Он получил не то, что получили все остальные Иосиф сказал Братья получат по перемене одежды Но Вениамин получит больше Так и я провозглашаю Вениамин, ты получишь не столько же Сколько получили другие поколения Но ты, Вениамин, получишь больше По причине благости Божьей О Иисус Дальше Так же и Отцу Своему послал Вот что Он послал Своему Отцу Десять ослов, навюченных лучшими произведениями Для тех из вас, кто не владеет религиозной лексикой Скажу, что здесь Иосиф действительно послал богатство А не выругался Кто-то скажет Пастор только что выругался Это что вообще? Что, так написано в Библии? Но продолжим Египетскими И десять ослиц Навюченных зерном Хлебом и припасами Отцу Посмотрите, сколько колесниц И что в них И отпустил братьев своих И они пошли И сказал им Не ссорьтесь по дороге И пошли они из Египта И пошли они откуда И пришли в землю Хананскую к Якову Отцу Своему Колесницы пришли из Египта Египет олицетворяет мир Египет олицетворяет систему мира Дамы и господа Не ждите, что ваши колесницы придут с неба Эти колесницы идут из Египта Дальше И известили его, сказав Послушайте, что они сказали Якову Иосиф жив И теперь владычествует над всею землей египетскую Но сердце его смутилось Смотрите Ибо он не верил им Иосиф был жив Но Яков не поверил им Благодать реальна Но люди не хотят в это верить Кровь Иисуса действует Но люди не хотят в это верить Бог благ Но люди не хотят в это верить Иосиф был жив Но Яков не поверил Дальше Когда же они пересказали ему все слова Иосифа Которые он говорил им Смотрите, что происходит дальше Когда люди поверили в послание о благодати И когда увидел колесницы Послушайте, что произошло с Яковом Когда он увидел колесницы И когда увидел колесницы Которые прислал Иосиф Чтобы вести его Тогда ожил дух Якова Отца их Расширенный перевод И когда увидел колесницы Которые прислал Иосиф Чтобы вести его Тогда ожил дух Якова Отца их Тепло и жизнь вернулись И сказал Израиль Довольно Еще жив сын мой Иосиф Пойду и увижу его Пока не умру Дамы и господа Вот какое слово от Господа было мне Миру необходимо увидеть колесницы Чтобы они поверили в благодать Мы говорим о благодати три года Но я говорю вам В этом году их дух оживет В этом году они уверуют Они слышали Как вы говорили о благодати Они слышали ваши слова о крови Иисуса Ваши слова о духе Божьем Но когда они увидят колесницы Тогда поверят Я должен провозгласить во имя Иисуса Колесницы прибыли Колесницы прибыли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok